В понедельник 17 августа на стадионе Локомотив прошел матч седьмого тура первенства футбольной национальной лиги. Саратовский «Сокол» принимал одну из команд открытий нынешнего сезона – Калининградскую Балтику. Итогом упорной встречи стала ничья 1-1. На голыш Хана Гелояна в составе гостей нашим ответом стал забитый на 90-й минуте со штрафного мяч в исполнении вышедшего на замену Сергея Шевчука. О всех перипетиях, происходивших на поле, мы расспросили непосредственных участников встречи. Опять же, это футбол. Вы же понимаете, что не бывает легких соперников. Естественно, соперник нам противостоял в первую очередь. Скорее всего, что-то у нас не получалось. Это надо разбирать. И соперник немножко не позволяет нам играть так, наверное, как нам хотелось бы или как надо было. Все вместе. Я думаю, что, ну там не в обиду, естественно, там каждый гол – это заслуга, да, но это определенное стечение обстоятельств. Ну, с одной стороны, конечно, ничья на выезде в Саратове, команда находится в лидирующей группе, это неплохой результат. Но, учитывая, что выигрывали, наверное, больше расстроены, могли приобрести три очка. Но хочу также отметить, что при таких трибунах, при таких болельщиках приятно играть, во-первых. Во-вторых, команда «Сокола» достаточно хорошо второй тайм атаковала, имели момент и, наверное, заслуженность все-таки забили гол. Собралась команда такая, что всем есть что доказывать. Все хотят всегда выигрывать. Это нормальное желание для любого спортсмена. Но за счет большой самоотдачи, командных действий стараемся выгрызать очки. Когда получается, когда нет. Ну, пока твой-твой беспоражение, дай бог, как можно дольше, чтобы эта серия продолжалась. В Саратове всегда приятно играть, что тот сезон, когда мы выходили, очень хорошая поддержка. Болельщики всегда активно поддерживают свою команду. Но когда играешь против нее, ажиотаж вокруг матча, атмосфера, она всегда способствует тому, чтобы стремиться показывать красивый футбол атакующий. То есть всегда приятно здесь играть. И досада, и все-таки хорошо, что хотя бы очком получилось заработать, потому что игра была такая тяжелая. Пропустили не обязательно гол в начале. И всю игру потом доминировали, получалась у нас игра, есть какие-то комбинации, все получалось. Но потом было, как вы видите, что не удавалось забить, никак мяч не летел, то по штангам, по перекладинам. Все-таки в конце удача немножко улыбнулась. Но правда жалко, что не добили, не дожали и не вывезли, не смогли одержать победу, которая нам нужна была очень. Случайностей нет в футболе все-таки. Тоже можно сам сказать, кто-то может сказать, что мы где-то случайно выбрались. На самом деле нет. Все заслужили то место, которое они сейчас занимают. Счет не по игре, на мой взгляд. Мы должны были дожимать соперника и забирать свои три очка. Мы сделаем нужные выводы и уверены, что тренер нам грамотно все разберет, расскажет и мы будем двигаться дальше. Осталось такой досадок, что должны были забирать свои. Даже когда сравняли, было время забить второй гол. Жаль, что столько пришло болельщиков и мы не смогли, не получилось дожать и устроить праздник трибунам. Такая поддержка сумасшедшая. Мы обязаны, чтобы болельщики приходили. Так и дальше мы должны забирать и выигрывать. А не так, так сказать, немножко бездарно отдавать таким командам очки. В общем, отдали свое, просто отдали свое.